опытные и у хэппи фит игроки мне знаком от бен хура джулс и йоу хотя и джесси вошь тоже товарищи этого помню правда вот в аджо как-то не припомню я ранее новичок на азиатской сцене хотя возможно я ошибаюсь сейчас этот момент пожалуй уточню так где он сыграл раньше джадж в команде в минеске играл в из-за крейшен экшен арена и s1 лайкос нет не новичок далеко не новичок просто никнейм не его не запомнился ну да все таки призовых за три года на про сцене заработал на кемала всего 1600 долларов текущий мэр 8032 состоянием на 5 мая ну что началась игра подчет вышек который увы не работает посмотрим как у нас в этом матче потому что просто матч у нас вовсе вышки не были пропаны а вот допустим если брать китай то в китае в каждом матче товара максимального левела там компедиумы уже до 1000 плюс апают ну минимум два игрока в матче то есть два из десяти а то и больше но гулака фан гальвин не джулс скучаю друг по другу ммм братская любовь капа прайсис залетит ну да ладно ну что тп были кастованы вард был установлен командой фнатик вот такой сын 3 уже поставили здесь и заблочили спаун в то время как поставили лайн вард хэпи фит но здесь у нас борьба за вардинг дарксиры не у него вард находится вовсе в ранце так что так быстро он его не поставит нужно время на его активацию ну и в общем его отзонили вот какой-то вард на линии в центре прям до начала сражения посредине рампу установили поджидают оппонентов здесь хэпи фит правда находятся не на варде так что явно там никто не подставится ну и по ронам ситуация будет просто 2 на 2 сражаться за рону никто не собирается тут уже мк настреляли так же интересное замечание что один стан против хэпи фит ну как бы как бы три раз два и три не один стан ну да ладно ну кстати вот есть уже аркана аркана и может конечно же у циемки нет арканы кошмар frostbite снеговичок вот если пофиксили этот проблему в плане frostbite там на реке мароклингсе то есть на героях с маленькой моделькой потому что когда он находится в этом снеговичке не понятно что за герой там кстати вышка прав она по-моему это максимальный левел вышки а здесь нет здесь не максимум кто-то посолиднее вышка выглядит а да вот если эти позначения с айгисом у кио уже 1000 плюс неплохо апнул у нас стоит пауза давайте пожалуй посмотрим кто на ком играет и это кио на шторме меракл на луне диджей у нас на airspirit фэйби на рубике и охайо на абаддоне и хэппи фит манки кинг от эйю бен хурас на линия джесси вошь на cм кем джуус на спик 3 и и аж играет у нас на dark серия эти как а я снова там любовь начинается друг другом я стрем все любят все друзья все братья а что меняет эффект щита а ты стараешь когда ее ранее уже видел диджей пытается выйти в спину дарксиру но не вышло подцепить дарксир уходит в сторону своего леса на топе там агрессирует у нас ахаю пока ему ничего не страшно если он пурман шилд под охотиком находится правда начинает нас стукивать своей палкой пойму ее и вот уже заряжен джингу мастери ахаю стоит отойти неплохо так отзвонили учитывая то что там есть даггер плюс орбов веном под замедлением можно и зарядиться и нахарасить максимус не меркл граждан старме меркл у нас керирует команде сменил позицию ранее играл краски на второй позиции теперь он играет у нас на первой дашь там неприятно и на размере ноги плотно еще одна задумочка от вен хура у киоса мало хп и уже вылетает ему сальва сложно сложно и против лины блин и уже level 3 уже dragon slay в 2 вкачен а там оба пытается иллюзиями криповы вести но этого сделать ему не дают еще и в спину настреляли еще и даггер сверху зарядился там прыжок от мкан смотри 3d сейчас будет только ну благо нет стана нет стана и хватит ли урона хватает и это фб для джулса ну а тюрем бенхур под обузел улики подрегенился ну а снизу погибает дарксир смогли три ствола его там одолеть в итоге 1 1 хардонеры погибли по разуму цемк лица фармит через frostbite уже третий левел сейчас себя апнет ну на самом деле хорошо за как бы жадность такую не наказывают плюс джесси вош там уже принимал участие на линии в плане того что не дал сделать пул оба думать при помощи иллюзии потому что нормально не афк фарм в лесу кстати еще и стаки делает вообще хорошо луна любит стаки главное их не отдать но в принципе лина может там стаки подфармить если я ставят там кстати выезжать за хиппи за бенхуром точнее хэппи сама хэппи сауна интересно спонсор но его не убили все-таки был на хосте а там у нас с выход за абадона абадон больно пошел frostbite снеговичок погибает это второй фраг для команды хэппи фит 2 смертью абадона ну кстати там шторм очень битый фармит леса сложно сложно пока все у шторма хотя по крепстату все хорошо 23 на 3 у него вылазка в спину от команды хэппи фит сейчас получу информацию здесь при помощи варда и ем но сразу вард от фэбби правда это ops вард который поставлен был на ops соперника так что знают хэппи фит и что там есть вижен теперь центральную башню сил света атакуют накажем а потом теперь при поддержке двух суппортов чувствую здесь себя в разы агрессивней стамп а кио прыжок пошел сейчас будет палка отлично что еще нет и кио должен погибать хотя размен попытка на ее до разменялся неплохо диджей вяжет по джесси воши он получает много урона нужно уезжать и уезжает и в итоге один-в-один но конечно же в плюс для команды хэппи фит так как убивают они вражеского мидера при этом сами теряют лишь мк накажем вас али в соло против дарксира дарксир теперь бьет крипов в разы лучше но луна там и динает хорошо не знаю да и крипстат у нее топовый 38 крипов уже убитым хотя дела в принципе схожи у спектр и здесь еще подмазали под маслями к ларитосом в арканы все ходит бен хур на линии возможно будет быстрая линза две пары аркан хватит на команду даже одной пары хватит точнее одних аркан хватит на команду у дарксира все таки еще там цемку в команде но лина явно не будет с арканами играть разберет их там либо на блатстоун либо на линзу смак вылазка на топ планируется две сестры выезжают на охоту в принципе можно сделать фраги твером находится дарксир загнал уже подвышку фэйби смотрим на файт мк дает и вижен мк с елки не сбили мк краски в него въехали есть у нас с ультимейта спектры очень флопаемый меркла мерклу больно меркл погибает ну и погоня за диджеем диджея уже без роллинг болдера его поцепь краски помню еще а фотик шилда есть задувочка диджеев все еще жив лагуна не достают и лагуна пошла это минус диджеев минус 2 сделали отлично рубик очень битый рубик погибает на нижней линии погоня за ее но ее успевает сделать прыжок на елку ну а рубик погиб здесь от дарксиров соло не знаю как так получилось как то вышло хотя он был под вышкой и так так просто пошел убивать там зато он понимал что на топе планируется файт и никто на поддержку не придет что планина творца у нас топ-1 за спектрой 3 400 у нее уже 300 у лины 2800 у шторма но и луна имеет две семьсот замыкает пятерку нас дарксир две семьсот но я потом просил в разы от своего оппонента по харде вот преимущество уже за кэпи фит 2 400 на отличный старт как для команды аутсейдера в этом матче дабы быстрый бластом все-таки у лины попытка убить ахайо ахайо без шестого ну слишком нагло у тебя нет маны у тебя есть шести ков но этого мало прыжок палка и в принципе минус вот ждут пока прожмет на фотик шилд и есть вот frostbite все минус ахайо ну и снизу на пытается подпушить вышку на пару со штормом точно поддержки находятся диджей так что похоже первый товар сейчас пойдет еще и крипом там сыграли увели ну на принципе готова уже делать стаки себе потому что крипатам есть лагуна по диджей уже погибает и вышка не пала вышка дэнайбл и не очень все получилось сейчас для команды на тик силы тьмы не отдали врагу нижнюю башню центральную башню сил тьмы атакует давил сегодня старт краски от харденера 050 был бы трейдер который после опередил инвокера по фарму вражеского что 030 у ахайо пока ничего не значит что у нас здесь ну и минут 10 счет 3 8 пока хэппи фит ведут 3200 голды весьма неплохо по xp преимущества также 3000 ну и смог вылазка во вражеский лес лишь из эти но там правда вылазка у нас также от команды пнать поймали джулса джулс убойно джулс убрать не прожмет и погибает не сумел сделать это прыжок с хаунта и там поймали меркла меркл с тиммейтом пошел frostbite меркл убрать не прожмет это превосходство для джесси вош 402 отличная cм к ну и в итоге пуша-тауэр натопим в натике в это время пуша-тауэр в центре хэппи фит ну керри погибли в принципе плюс-минус равность получилось сатира пытается убить крипов отводит а у хайо ультимейт разображимает чтобы его не пробили там через лагуну могли бы взорвать ну таки вышка не упадет а на топе так на вышку спушили так что все-таки в плюс для фнатик получается в целом действие прыжок по хайо хай без ультимейта напомню и благо его не подцепили хотя сейчас будет frostbite да и залетает frostbite есть у него а фотик шилл палка пошла и все-таки уходит вышка упала и ворует в итоге стан здесь рубанчик стан по июй отлично фэйби сыграна убивает вражеского героя кстати отличная комбинация способностей у рубика есть у нас эклипс и еще и минус даркс вверх а он пошел но никого здесь не убьет это аккаун был для того чтобы дэмэдж разделить по иллюзиям но увы даркс и погиб раньше да отличная вот комбинация синергия в плане телекинез плюс там прыжок пошел в итоге за бенкуром бенкура пробили бенкура убили оба паке он джесси вошь терять свой стрики четырех фрагов и как-то флотик начали давить уж очень плотно и просто сыпятся герой команды хэппи файда что такое-то уже тимаев фактически совершенный еще и вышка пойдет и еще потрачена комбинация стенка стяжка 9 9 кстати весьма интересно кто же сделает первым 10 фрагов и теперь каждый команда в шаге от этого и ставочки ставочки горят у кого-то точнее сгорят у кого-то через один фраг интрига делаем ставку кто купит бладстоун раньше что он спирит или лина принципе находятся не пока в равной ситуации что по нетворсу что по составляющим на тот самый бладстоун хотя нет вру кио пт-шка а вот у лина купили на аркану так что ей можно будет разобрать то что в принципе она ближе если учитывать просто под фарм без фрагов ободон готова уже медалька ну и там фэби фэби знаете она цемки как у хэппи фит то есть у него там уже превосходство целькило превосходство неплохо неплохо в итоге всего 100 голды преимущество остается за команды хэппи фит очень быстро все отыграли фнатики мы по экспе ситуация аналогично такой быстрый камбэк совершили кстати в этой игре катами дасы не наблюдаются что весьма странно в прошлом матче у нас было минимум два нет минимум три видоса было в каждой из трех карт здесь пока ноль но герои которые могут захотеть купить семена с присутствует то есть ободончик там земель а cмк мк был уже дважды сегодня и оба раз с медасами кстати решил у нас джулс сыграть не через покупку быстрого радика купила себе русские урну на это понятно а далее кто яшу хотя на нынешненько быть более боевым что ли караи формировки долго и чтобы понимать участие уже сейчас замесах более эффективно ну посмотрим насколько это будет хорошо в принципе пока у спектрой 116 и топовый нет ворс падает вышка снизу вышку решили не дефать но при этом пытается брать т2 товар на верхней линии кирсов аверно с абадона товар падает очень быстро хотят в плане пуша сочетания абадон плюс луна очень круто есть обладает одну тычку дебаф построению то луна ломает все уж очень быстро особенно базу если доберутся до бараков ну пожалуй нужно еще подфармить команды фенатик преимущества как бы нет и еще с латавра стоит и рашанчик необходим бы нужен айди для шторма и при этом и занимаются да вот есть медалька с медалькой рашана убивать всегда приятно ну и хэппи фит даже не собираются дефт рашана будут играть следующие пять минут против айдиса на шторме весьма интересный сейчас будет билд у абадона решил он себе не грейдит с ул апс а решил купить себе блейдмейл и даже не пытается пока выходить в агане им или там допустим в радик ну будет впитывать в себя смок вылазка вот весьма опасно сейчас тут хэппи фит играют бенкур врыв на него пошел есть палка по шторму есть сайлас на бенкура пошел у тебя тут луны есть стенка стяжки но не особо она здесь крутая аигис пока не выбили больно сейчас было ее ее погибает и сам по ахайу но ахайу кстати уже без ультимейта пробили но не убили есть у нас здесь атака на алина алина погибает но и поспели еще и дарксира здесь дарксира никуда не уходит это минус 3 героя у команды хэппи фит размен они не сделают просто раскатили бедного дарксира он пытался пытался убить здесь киона точнее сбить с него аегис но увы не получилось ну и в итоге вот такой вот файтерикап 1100 голды для команды фнатик 2700 экспы ну и урона вписали немало но ну в отличии от вакаки ну три урона тут явно как бы с палки не три урона залетела палка была по шторму закинута ну да ладно хотя наверное шторм был под афотиком и посчитала что вот афотик сбила и всего три урона залетела да наверное так и было в общем как то так ну и падает вышка аегиси потеряли все уже фуловые и преимущество вот вот уже 4000 то есть до рошана было преимущество 100 голды после этого файта и рошана уже 5000 ведут фнатики быстро довольно таки они совершили такой вот рост в своей экономике тут и суппорты такие подфармленные вот у фэби уже есть глимерки кстати вороны есть у него сюрдж у земели 1400 голды и он хочет купить себе блиндаггер там еще в плане артефактов сколько зарядов в бласттоуне он свежий бласттоун еще не успел зарядить шторм в прошлом замесе все таки его не было ну бласттоуна а не шторма конечно же луна фармит себе манту земель мы видели рубика мы видели ну и абадон уже с блэдмейлами и далее будет куплен владмирс у мк пока все довольно таки скудненько в мидас он себе не выходит в мидас он не выходит и собирает себе медальку линам в юл бласттоун уже разряжен до 8 зарядов спектра все таки решила похоже добрать себе манту или все таки радик ну пока на руках 3000 ничего не покупает ну и дарксир дарксир с мекой ноль мидасов и такое бывает удивлен удивлен учитывая то что у нас прошлый матч был ну тоже в рамках данной квалификации в рамках азии там было ну минимум три мидаса в карте в каждой карте из трех здесь ноль в первой карте иной плейстайл у команд как мы видим хотя возможно что здесь изменится на второй карте кто знает ну и что уже готовы заходить на хайграунд преимущество 6000 есть аегис ну и да кушат курсов авернус врыва шторма на джесси ваша и пробили цемку и шрайн не спасает в итоге минус цемка в окон команд пошел от манки кинга палка сверху киосин костяшки неплохо и ультимейт у луны имеется а спектра ультимейт уже свой потратила пробивают там мк мк в таверну очень жесткие лаги сорян сервер находится довольно далеко это сингапур конечно не так сильно как китай лагает но под лаги имеются и тим вайб близок тим вайб сейчас будет нужно чтобы убили лину последние потому что захилиться по итогу дарксира он захилился так что тим вайпа все таки мы не увидим но падают 4 героя и падает первая сторона на 20 минуте у команды хэппи фит и вот уже ведут 13 тысяч голды фнатик знаете все пахнет гуд геймом да да это он тот самый запах ну посмотрим еще один файл дадут вот возможно хэппи фит но как его давать нет стенки стяжки есть лишь стяжка есть видимо оценки но собьют его понятное дело лина лагуна через 5 секунд шторм все еще с аегисом а нет он без аегиса шторм без аегиса пошел у тебя этот лины и шторм в итоге динается решил что он здесь точно погибнет хайп от севеля есть лагуна а хайп погибает окей окей рановато забавный нос конечно у питомца луны получается отличный стан очень больно и глоевые летают но никакая не хватает урона шторм уже здесь и подлетает на бенкура минус бенхур в итоге вот кио вернул себя заряды после дэная падает вторая сторона нет все таки все таки не показалось без двух сторон на 22 минуте крайне сложно будет у спектры все еще нет радика преимущество уже за 17 тысяч и по версии точнее по мнению валв наступила точка невозврата потому что валв не верит в скамбэк после 15 тысяч хотя сегодня в рамках китая был была катка где команда не смогла одержать победу при преимуществе в 50 ладно 50 48 тысяч по нетворсу плотно закупаются по итогу натик у рубика 3200 ух ты интересный конечно айтем билд от рубика 3 3 виталити бустера я думал это рофл окей вот был у вас матч когда при смерти закупился бэтрайдер тремя ринг оф хелсами но там он как бы просто спамил чтобы не потерять голды а здесь рубик реально купил 3 виталити бустера мне кажется это лучший билд на рубика я сделал скриншот ну но это просто на плотность то есть он не соберет артефактов с этих трех вейтстоунов явно ну понимаешь уже конец игры на самом деле близок и просто быть плотным захотел рубенчик 3700 кп явно его не сбричит за то что у него еще и нулшилд уже в два вкачан а сверху еще и глимер кейт ну все падает там дарксир не будет 40 секунд байбэк у него не имеется рубик подъехал просто пнул его здесь диджей минус лина красиво сыграна прыжок от айо но прямиком в бездну погибает он ну и кгбп победа для команды фнатик на первой карте ну что формат матчей best of 3 так что нас ожидает ой подождите тут есть прыжок с каунта с радиком прыжки 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 но трон упал да формат матчей best of 3 так что нас ожидает как минимум еще одна карта но как ни крути в разы сильнее смотрится команда фнатик посмотрим что будет дальше смогут ли хэппи фит отжать хотя бы одну карту узнаем это буквально через минут так наверное 40 хотя возможно гроза тянется будет час кто знает но пауза пауза будет